Любые два объекта во Вселенной воздействуют друг на друга. Мы можем смоделировать систему взаимодействующих тел, используя список объектов. Вычислить ускорение каждого объекта мы можем, определив сумму сил, с которыми действуют на него остальные объекты, и поделив на массу исходного объекта. Помимо моделирования самих объектов, нас также интересует силовое поле, которое они порождают. Как мы можем выделить это поле в программе? И как его отобразить? Чтобы найти элегантное решение для задачи с системой тел, сделаем небольшое отступление. Допустим, нам нужно посчитать сумму списка чисел. Мы, конечно, можем использовать свертку списка. При правой свертке все скобки будут собираться справа, при левой – слева. Но это не единственная возможная конфигурация скобок, которая может привести нас к верному результату. Действительно, операция сложения ассоциативна, а это значит, что мы можем расставить скобки как хотим. Например, мы можем разбить весь список чисел на куски, рассчитать каждый кусок при помощи функции сам, а зачем сложить результаты для кусков. Зачем нам разбивать список на куски? Например, чтобы провести вычисление параллельно. Заметим, что произвольно расставлять скобки мы можем далеко не для всех операций. Для этого нам нужно, чтобы операция принимала и возвращала значения одного типа. Кроме того, эта операция должна быть ассоциативной. Какие еще операции удовлетворяют этим условиям? Аналогично сложению. Умножение чисел также ассоциативно. Логические операции или и и ассоциативны. Конкатенация строк, да и на самом деле любых списков, также ассоциативна. Операция композиции функций также ассоциативна. Однако типы функций могут быть разными. Мы можем привести типы всех функций к одному, используя один и тот же тип для аргумента и результата. Вспомним, что список значений, которые мы сворачиваем, может быть пуст. Что мы делаем в этом случае? При вычислении суммы мы возвращаем 0, произведение, единицу, при вычислении логического или false. Если нам нужно склеить пустой список строк, мы возвращаем пустую строку. В случае композиции пустого списка функций, мы возвращаем функцию, которая ничего не делает, тождественную функцию id. Заметим, что в каждом случае выбранное значение по умолчанию не меняет результат, если мы прибавим его, используя нашу ассоциативную операцию. Действительно, 0 плюс любое число – это тоже число. Умножение на единицу также не меняет число. Логические или с false не меняют булевое значение. Склейка с пустой строкой не меняет строку, а композиция с тождественной функцией не меняет функцию. Причем все это верно, даже если мы поменяем операнты местами. Итак, чтобы производить вычисления с произвольным порядком скобок, нам необходима операция шага-свертки, которая принимает аргументы одного типа, ассоциативно и имеет некоторый нейтральный элемент. Математическая структура, обладающая этими свойствами, называется маноид. В Haskell маноид представлен классом типов маноид. У этого класса два метода. MAPEND – это ассоциативная операция, она принимает на вход два значения типа А и возвращает значения того же типа. И MEMPT – это нейтральный элемент относительно операции мапенд. Операцию мапенд часто удобно использовать в ее инфиксном варианте, который определен в модуле DATA маноид. Для наглядности и краткости мы будем использовать этот вариант. Для всех реализаций этого класса должны выполняться следующие законы. Комбинация MEMPT с любым значением при помощи мапенд оставляет исходное значение. В любом порядке. Операция мапенд ассоциативна. Мы можем определить реализацию экземпляра класса типов маноид для списков. MEMPT – это пустой список, а мапенд – это обычная конкатенация списков. Законы для этой реализации принимают следующий вид. Очевидно, что все законы выполняются. Мы можем также определить реализацию экземпляра класса типов маноид для логического или. Тип, для которого мы определяем экземпляр – BULL. Нейтральный элемент – это FALSE. А мапенд – это операция логического или. Законы для этой реализации принимают такой вид и легко видят, что они выполняются. Что если теперь мы хотим определить маноид для логического И? Мы уже реализовали экземпляр для BULL и не можем определить второй экземпляр. Проблема в том, что математический маноид определяется не только типом, но и операцией мапенд. Для одного типа может быть несколько операций, образующих маноид. При этом класс типов в Haskell может зависеть только от выбора типа. Чтобы решить эту проблему, в Haskell обычно используются обертки над типами. Например, для маноидов логического И и логического Или мы можем объявить два новых типа обертки для типа BULL. Тип Any будет использоваться для логического Или, а тип All для логического И. Теперь, когда у нас есть два различных типа, мы можем определить для них два различных экземпляра. Для типа Any мы используем обернутый FALSE в качестве нейтрального элемента и операцию логического Или. Для типа All мы используем обернутый True и операцию логического И. Для создания типов оберток стоит использовать ключевое слово NewType вместо Data. В отличие от Data, NewType работает только с обертками, то есть с типами, у которых один конструктор с одним именем. Преимущество NewType в том, что новый тип будет иметь ровно такое же представление, как и оборачиваемый тип. Это значит, что использование NewType не влияет на производительность программы. При этом, поскольку обертка это не синоним, использование NewType может предотвратить больше ошибок на этапе компиляции. Вернемся к моноидам. Чтобы определить моноид для суммы произведения чисел, создадим обертки SUM и PRODUCT. Заметим, что эти обертки полиморфны и могут обернуть любой тип. Для SUM A нейтральный элемент будет 0, а MAPEND – операция сложения. Для PRODUCT A – единица и операция умножения. Чтобы определить моноид для функций из A в A, используем новую обертку. Функции, у которых совпадают типы аргумента и результата, называются эндоморфизмы. Назовем нашу обертку ENDO. Нейтральным элементом для ENDO будет тождественная функция. А MAPEND будет представлен композицией функций. Законы моноида для ENDO принимают следующий вид и очевидно выполняются. На практике моноиды встречаются везде. Логи и прочая лазочная информация образуют моноид. Конфигурации и настройки образуют моноид. Изображения образуют моноид с операцией наложения. Объекты векторной графики, например, конверты, часто являются моноиды. Моноиды используются в реализациях эффективных структур данных. В качестве упражнения реализуется экземпляр класса типов моноид для ассоциативных списков. Операция сложения для ассоциативных списков объединяет их в один. Для совпадающих ключей соответствующие значения складываются при помощи операции MAPEND. Окей, моноиды — это потрясающе, но зачем они нам нужны в программировании? В конце концов, мы можем просто использовать операции сложения и умножения конкатенации. Моноиды позволяют нам абстрагироваться от расстановки скобок. И это важно по нескольким причинам. Во-первых, мы можем реализовывать алгоритмы по принципу «разделяй и властвуй». Во-вторых, мы можем вычислять каждый кусок данных параллельно. И, наконец, мы можем решить, как расставлять скобки потом. Результат от этого не изменится. Для свертки списка моноидных значений существует функция mConcad. Эта функция использует MAPEND в качестве шага свертки и MMPTY в качестве начального значения. Мы можем реализовать многие известные нам функции, используя mConcad. Чтобы конкатинировать список списков, мы можем использовать тот факт, что список – моноид. Чтобы вычислить сумму списка, мы можем обернуть каждое значение в списке в конструктор сам, использовать mConcad и развернуть получившийся результат. Аналогичным образом мы можем реализовать product AND и OR. Итак, какое отношение моноиды имеют к силовому полю? Поле образует моноид. Мы можем представить поле функции, принимающей на вход точку в пространстве и возвращающую вектор – силу поля в этой точке. Мы можем складывать поля, складывая значение сил в каждой точке. Такая операция будет, как и сложение векторов, ассоциативна. Нейтральным значением относительно этой операции будет поле с нулевой силой во всех точках пространства. Давайте объявим тип обертку field для такой функции. Определим реализацию экземпляра класса типов моноид для поля. Для нейтрального элемента используем функцию, всегда возвращающую нулевой вектор. Для операции сложения используем лямбда-функцию, принимающую координаты точки и вычисляющую сумму сил двух полей. Теперь, когда у нас в программе есть сущность field, мы можем использовать его для определения силы в любой точке. Для этого нам понадобится определять поле для одного тела. Напряженность поля определяется произведением гравитационной постоянной на массу тела, поделенного на квадрат расстояние до заданной точки. Поле всей системы мы можем получить, вычислив поле каждого тела и применив функцию mconcat. Теперь мы можем отобразить поле, рассчитав значения в интересующих нас точках. Чтобы не терять объекты моделирования из виду, давайте определять масштабирование автоматически. А именно, давайте реализуем функцию bounce, вычисляющую границы наименьшего прямоугольника, в котором находятся все объекты. Определите экземпляр класса monoid для типа bounce и используйте его при реализации функции. Ссылка на проект с визуализацией силового поля находится в описании под видео. Успехов! Продолжение следует...